Добрый день! Рада всех приветствовать на нашем эфире. Подключайтесь, я пока представлюсь. Меня зовут Наталья Ефимова. Я руководитель пресс-службы Сибирской генерирующей компании. Я проведу наш сегодняшний эфир с генеральным директором компании Степаном Сложеницыным. Мы весь год ввели эфиры регулярно, каждый месяц с разными руководителями нашей компании, но Степан Александрович у нас в эфире впервые, и мы решили сделать такой в завершении недели марафон эфиров, провести сегодня в честь «Энергетика» эфир с генеральным директором, и 24-го, то есть в четверг, у нас будет эфир с представителями различных филиалов в виде такого марафона с короткими ответами, короткими вопросами. Я сейчас скажу, как у нас будет проходить эфир, и потом мы сразу же подключим Степана Александровича. На нашем сегодняшнем эфире в первую очередь мы будем отдавать приоритет ответам на ваши вопросы, на вопросы в комментариях. Конечно же, я буду задавать какие-то свои вопросы, которые я подготовила, но будем, как только будем видеть какие-то вопросы, будем на них сразу же отвечать, поэтому готовьте свои вопросы. Также прошу всех соблюдать, пожалуйста, корректность, и в случае, если будут какие-то комментарии некорректные, неправильные, я предупреждаю, что я буду их блокировать. Также сразу же предупреждаю, что тема нашего сегодняшнего эфира — это энергетика, это, соответственно, работа сибирской генерирующей компании, и поэтому те вопросы, на которые мы будем отвечать, они посвящены этой теме. На остальные вопросы, которые там о жизни, обо всем, к сожалению, ответить не сможем, надеюсь на ваше понимание. Сейчас мы подключим Степана Александровича и начнем разговор. — Добрый день. — Добрый день. Хорошо ли меня слышно и видно? — Да, хорошо слышно. Если можно, камеру чуть-чуть вот, чтобы больше повыше голову было видно. Если можно чуть-чуть... — Камеру выше или наоборот ниже? — Наоборот ниже, да-да-да. Вот, вот так. — Вот так, допустим, да. — Потому что здесь комментарии, к сожалению, могут чуть-чуть закрывать. Ну, я рада приветствовать вас на нашем эфире. У нас сегодня праздник, День энергетика. Я думаю, что мы давайте начнем с поздравления, потому что для всех коллег это такое значимое событие, и потом уже будем разговаривать. — Ну, День энергетика — это главный праздник в году. Он предшествует Новому году, и без тепла и света и Новый год не исправишь. Хочу поздравить весь коллектив не только нашей компании, а всех. Хочу поздравить всех энергетиков, которые трудятся весь год, все сезоны. Либо мы готовимся к зиме, либо мы проходим зиму. Вот другого не бывает. Этот праздник празднуется не только в России, он празднуется на всем пространстве бывшего Союза. Так что всем, кто празднует День энергетика, всех хочу поздравить. Поздравить семьи энергетиков. Всем пожелать в этом году и тепла, и света, и счастья. — Спасибо, да, присоединяюсь с поздравлением. И сегодня, хоть и праздник, говорить мы будем о серьезном, о каких-то вопросах, проблемах. Но надеюсь, что получится у нас с вами интересный эфир. Еще раз напомню, да, то, что я говорила, что я сначала задам свои вопросы, потом то, что мы будем видеть в комментариях, я буду зачитывать их вслух и будем с вами отвечать. Поэтому готовьте все свои вопросы. Я пока начну со своих. У нас эфир итоговый, но хотелось бы начать не с итогов, а с такого вопроса про клиентоориентированность. Потому что в этом году Сибирская Неверующая компания, мне кажется, постаралась сделать серьезный шаг в сторону клиентоориентированности. И достаточно много об этом говорила. Вот что значит все-таки клиентоориентированность для энергетики? Потому что для других сферах услуг это достаточно всем понятно. А вот в энергетике, ну это в теплоснабжении, это такое что-то, наверное, новое. И чего, собственно, хочет добиться компания, ставя на это? Вы знаете, да, мне кажется, что в принципе, на самом деле, слово какое-то очень такое сложное даже. А имеется в виду очень простое. Просто думаем о людях и думаем о других, не о себе. То есть вот мы в конце концов, как энергетики, мы трудимся с котлами, с железом, с трубами. Вот мы это делаем, но люди-то не это видят. Людям-то, в общем, нужно, чтобы у них свет горел, чтобы у них тепло было, чтобы вода была качественная. Там разные, вот у людей есть потребности. И, собственно говоря, вот под этим странным словом клиент-ориентированность, на самом деле, просто я-то имею в виду думать о других. Это означает, что если мы где-то поставляем услугу некачественно, самим лучше это заметить, самим это предпринять шаги, в том числе иногда компенсировать эти шаги, компенсировать эти проблемы, принять корректирующие меры, вот и все. Но не только корректирующие меры, когда мы видим, что вышло из строя какое-то оборудование, это мы точно умеем делать, и это наша такая задача, которая немедленно наша. Ну и шагом дальше, да, а в конце концов человеку от того, той услуги, которую мы дали хорошо, да, он удовлетворен, по крайней мере, мы выполнили наши условия хотя бы минимальные, или нет. И это значит хотеть слышать обратную связь, это значит хотеть знать больше, чем наши прямые обязанности. Ну, то есть, пример, не только какую воду мы подали в сеть, а тепло ли в доме, тепло ли в квартире. А давайте об этом узнаем, потому что если мы можем узнать не через жалобы, а через, допустим, счетчики, которые стоят, логеры, которые стоят в домах, то это даст ценную обратную связь, ну, и лучше работать. И во всех, во всех аспектах это просто означает, ну, начинать как бы... Больше обратной связи. Да, и начинать слушать ее, и стараться не только ее слушать, но стараться ее собирать, да, по сути, ставить датчики не только на наши трубы, но и как бы на восприятие, восприятие нас со стороны. Ну, давайте сейчас как раз и займемся с вами обратной связью. Здесь уже пошли к нам вопросы, и они достаточно разные. Вот вопрос, скажите, лучше ли проходит отопительный сезон в этом году? Никогда не зарекайся. Отопительный сезон, может быть, начался несколько более гладко в этом году, чем в прошлом, но серьезных морозов не было еще. Серьезные морозы будут сейчас на днях. В прошлом году первые серьезные морозы, ну, 25-ти градусные, как минимум, были и уже в ноябре, хотя вообще потом зима оказалась теплой. Поэтому, ну, можно констатировать, что начало сезона пока, наверное, сколько-то более гладкое, чем в прошлом году, но никак нельзя сказать, что вот день энергетика наступил, и мы уже спокойны, мы еще не начали волноваться. Ну да, он еще не завершился, наверное, делать бы будет. Он, нет, самое серьезное впереди, просто чтобы не было, ну, то есть, мы же в открытом эфире, мы, так сказать, общаемся не просто ради какого-то красного словца. 30-ти градусные морозы впереди. Мы готовим наши сети во всех городах присутствия. Готовим заранее, плавно, чтобы, входя в полосу, ну, будет длинная полоса, будет 30-ти градусных морозов, где-то они будут, там, 3 дня, потом их будет поменьше, потом они могут вернуться. В общем, мы готовимся к этому. Так что, как идет, как на самом деле идет отопительный сезон, конечно, намного лучше об этом разговаривать в феврале или в раннем марте, когда уже он прошел, ну, или когда самая холодная часть осенний-дневного периода прошла. Ну, да, я думаю, что о стопительном сезоне мы еще успеем поговорить. Вот такой интересный вопрос. Когда планируется закрытие Кемеровской ТЭЦ? Не знаю, откуда. Дался? Мы оцениваем в городе Кемерово, мы все, мы на периоде оценки всей тепловой системы, по всем нашим источникам в Кемерово есть, по всем по ним есть технические, гидравлические, экологические, всяческие вопросы. Кемеровская ТЭЦ работает. Мы, если будут у нас планы по поводу того, как развиваем мы наши мощности в Кемерово, мы эти планы будем обсуждать с властями, с Кузбассом. Ну, то есть на данный момент таких планов нет? На данный момент нет. Тот факт, что в городе мы должны быть экономичными и экономично снабжать теплом, а Кемерово – это один из городов, где есть большие дисбалансы между спросом и предложением, это правда. Но при этом, на самом деле, это город, где есть, по сути, два берега, которые на сегодняшний день вообще не соединены никак. Соответственно, там и речи не может быть о том, чтобы о каком-то скором закрытии чего-либо. Спасибо. Вот вопрос, видимо, от сотрудника. Подскажите, после пандемии планируется ли использовать режим дистанционной работы, хотя бы периодически? Хотя, может, и от СМИ. Они тоже так часто интересуются этим вопросом. Ну, конечно. Но мне кажется, что изменился порядок жизни. Понятно, что те, кто работают с оборудованием, там возможности удаленной работы крайне ограничены. Ну, даже и они есть по каким-то видам диагностики и так далее. Но в целом есть большой пласт достаточно административной работы, которая, безусловно, я думаю, что удаленка с нами останется для этих видов работ на очень долго. И это, конечно, означает фонументальное пересмысление того, что такое работа в кабинете, что такое кабинет, где он должен быть, когда человек более или менее производителен. Мне кажется, в этом вопросе главное это то, что мы не навязываем никому специально один образ работы. Я каждому руководителю даю возможность определять для своих подчиненных, как эффективнее работает, у кого-то есть потребности в одну сторону, в другую, на уровне функции, то есть на уровне вида деятельности или на уровне индивидуального вопроса человека, кому бывает лучше так или иначе. Ну да, спасибо. Вот вопрос от Интерфакса поступил. Можете ли рассказать о финансовых и производственных показателях СОЭК и СГК в 2020 году и дать ориентиры на 2021? Ну, тут... Ну, пока, да, отчетность публикуем цифрами. Не буду сейчас всех докучать цифрами, но можно, давайте так скажем, что 2020 год – это год, это год очень низких цен на международных рынках. Если говорить про уголь, это год точно не... Ну, никак его не назовешь таким успешным годом с точки зрения бизнес-результата, но с точки зрения результата мы же меряем результат не от года к году, но перспектива у нас долгосрочная. Это значит, что какие-то годы, когда... Что такое прибыль в нашем случае? В общем-то, возможность инвестировать далее. Соответственно, ну, 2020 год не добавил нам инвестиционного ресурса особо, но предыдущие годы добавили, и мы поэтому не прекратили инвестиции. И мы не... У нас нет такой привычки, что как только цены упали, мы из-за этого не инвестируем. Наоборот, мы долго работаем, в энергетике мы регулируемые, это значит, что мы подстрахованы, на самом деле, от падения цен, как и от взлета цен застрахованные потребители, и это хорошо. Это позволяет стабильно, в долгую, долгосрочно подписывать обязательства на инвестиции. Эти инвестиции не окупаются за 2, 3 или 4 года, они окупаются за 10, за 15 лет. Вот такого рода инвестиции мы делаем, и мы будем продолжать делать. Вот это, наверное, главное, чем следует поделиться по поводу того, что такое экономический результат для нашей компании. Это возможность работать и инвестировать дальше. Ну вот, например, на прошлом эфире директор по экономике Барила анонсировал достаточно серьезное увеличение инвестиций СГК, то есть 12 миллиардов в этом году, через 10 лет 35 миллиардов. А вот эти инвестиции, они позволят как-то качественно изменить отрасль, что они дадут в первую очередь, как скажутся на изношенности, на эффекты для потребителей. Да, это абсолютно центральное. Все, что он сказал абсолютно правильно, это центральная наша программа, основная. Давайте начнем с того, почему она делается. То есть понятно, что она делается из-за того, что изношены фонды. Нужно модернизировать. Модернизацию надо было делать все годы. Она предполагает. Модернизация на то и модернизация, а не новое строительство чего-то нового. Что она предполагает, что условно, если каждый год менять 3% своих основных средств, то вот можно стабильно жить примерно. Потому что 30-40 лет – это срок износа, где-то 25 лет срок износа основных средств. Будь то теплосеть, будь то оборудование, регулирующих станций. Вот это нужно делать. Когда этих денег не было, а все 90-е годы этих денег не было, большую часть 2000-х еще модернизировали, ну, очень мало. Потом пошли программы, разные программы, модернизации мощностей, но тоже с акцентом на давайте построим что-то новое. Слава Богу, построили новое, можно теперь модернизировать, и мы участвуем во всевозможных программах модернизации оборудования. Это почему мы это делаем? Самый главный момент – это из какого источника мы это делаем. Да на самом деле это можно делать из того же тарифного источника с одним важным условием. Если мы знаем, что можно в долгую окупить эту работу, то есть если регулятор дает долгосрочные, долгосрочные правила, а сегодня он и вправе это делать, созданы все механизмы, созданы инструменты. И для станций, генерирующих это договора о поставке мощности, и для тепловых сетей и системы теплоснабжения это долгосрочный тариф и так называемая ценовая зона. Вот это и есть то, что позволяет нам делать опережающие инвестиции. Разница между короткими и долгами очень простая. В коротких мы верим друг другу ровно на один год вперед. Сколько получим тариф, и столько проинвестируем. А долгосрочное – это когда мы верим друг другу на 10 лет вперед, на 15 лет вперед. И тогда опередим инвестиции, и тогда создается эта возможность опережающими темпами менять не половину процента основных средств, а, например, 2,5% основных средств. А это уже то, что надо. Вот, собственно говоря, и разница. Вот, собственно говоря, что происходит. И когда Павел Барилов говорил о больших инвестиционных планах, то это потому, что за этот год и за прошлый год удалось в стране внедрить далеко не только в Сибири идет поступательным шагом внедрение вот этой логики, долгосрочная логика с опережающими инвестициями. А мы являемся участниками в ней. Да, спасибо большое. Мы пока с вами разговаривали. Тут очень много вопросов поступил. На все, наверное, не успеем ответить. Будем стараться. Смотрите, очень много вопросов. Такой он частный, но так как их уже больше 10, я его все-таки задам. Люди очень интересуются в Новосибирске подключением ЖК Грибоедов. Там, я так понимаю, новый жилой комплекс и нету подключения к теплоснабжению. Вот. И люди очень переживают. Тут, наверное, я не знаю, насколько вы тут... Смотрите, нет. Вот давайте сделаем следующее. Все частные вопросы. Это возможность вот этого эфира, это тоже возможность задать частные вопросы, на которые у меня не на все будут ответы. Но что мы сделаем сейчас? Во-первых, мы фиксируем полученные все вопросы. Вопросы, полученные сегодня, дорассмотрим до... Ну, то есть, я все возьму на вооружение на то, что следует... Ну, то есть, что они заданы и следует действовать. А конкретно ситуацию по Грибоедову сейчас не прокомментирую ни с каждым жилым комплексом. Я в курсе каждого. Обязательно, директор пилиала, я поговорим сегодня же об этом. Если люди более конкретно оставят в своих замечаниях, то все, Грибоедову понял, как один из вопросов. Ну, да. Плюс я хочу всем сказать, у нас будет в четверг эфир как раз с представителями филиалов. Там будет директор Новосибирского филиала. И так как от вас много вопросов по этому комплексу, то я думаю, что мы подготовим ответ и озвучим его в четверг. Обязательно с директором филиала я его задам. Из комсомольской правды задает вопрос. Какое будущее у угольной генерации, на ваш взгляд, через 10 лет и к 2050 году и сразу же задам вопрос другой, который частично близкий к этому, выше писали. Не планирует ли сибирский неревизор и компания переводить свои станции на газ, как это было сделано в Москве? У угольной генерации будущее состоит в том, она экономить там, где она не всюду экономически эффективна. В Москве довезенный до Москвы уголь, он в принципе дороже газа или он подкиден на прийти с газом. Поэтому мы и видим в нашей стране ярко выраженное, ярко выраженное, если говорить про экономику, сперва, а потом про экологию поговорим сразу же. В нашей стране есть места, где нет смысла использовать уголь и где есть смысл использовать газ. Вот, например, Тюменьская область, где газовые месторождения. Вот, например, почти вся европейская часть нашей страны. По Уралу идет примерно граница, где газ и уголь в паритете. А уголь западнее Урала используется, кроме нескольких малых месторождений, уголь используется Скорее только потому, что это топливо очень надежное, либо это близко к локальным источникам, локальным месторождениям, либо потому, что это очень надежное топливо, которое нельзя закрыть вентиль и угля не будет. Уголь хотя бы на несколько недель на складе лежит. Это очень важная его составляющая с точки зрения надежности. Если же говорить восточнее Урала, если говорить о Сибири и о Дальнем Востоке тоже, то уголь это наиболее обильный и экономически эффективный вид топлива. Поэтому, конечно, разница между Москвой и Сибирью в первую очередь в том, что это просто рационально. Поэтому даже где газ есть в Сибири, в принципе, он дороже и поэтому мы не видим, чтобы народ, когда сам для себя принимает решение, мы не особо много видим подключений на газ. Мы видим, что очень многие все равно продолжают упорно, например, сжечь уголь в своих печах. Это как раз сейчас перейдем к экологии, потому что проблема угля это не само топливо. Ну да, вот тут тоже задают вопрос про Косноярск. Планируется газификация в связи с нонсированием проекта Силы Сибири. Да, значит, смотрите, главный момент, что волнует людей? Мне кажется, что у людей на самом деле, кроме каких-то, может быть, отдельных заинтересантов, на самом деле людей волнует только одно – чистый воздух. Ну, чистый воздух. Значит, для этого и эта проблема, хотя она сейчас получает еще большую окраску, слава богу, она не новая, она была озвучена уже несколько лет подряд. Принятые меры, они, к сожалению, все не делаются за два месяца. Принятые меры, комплексный план по Красноярску, одно из главных частей которого – это чтобы энергетики снизили свои выбросы. Вот мы это внедряем. Вот через два дня, два-три дня будет запуск первого из наших электрических фильтров, которые фильтруют выбросы ТЭЦ-1. Многие знают и наслышаны про высокую трубу, спрашивают, а где же и когда газоочистка? Вот и газоочистка подоспевает. Первая из многих. Это огромные сооружения, они высокотехнологичные сооружения. По технологии Альстом построены вот эти. Значит, первый из них вот сейчас, в следующий феврале. Поступательно вводим оборудование, снижаем выбросы. Это касательно выбросов энергетиков. Есть еще выбросы печного отопления, частный сектор, есть другая промышленность, о ней сейчас, наверное, говорить не будем. А есть автомобили, в принципе, о них говорить не будем, кроме того, что электромобили вообще есть. То есть можно электромобили, газотранспортное топливо. Много есть и в транспорте возможностей. Мне кажется, что так как мы компания энергетическая, то первое и главное, что мы делаем, это ставим газоочистное оборудование на свои предприятия. И это и есть то, что дает, с одной стороны, надежное, экономичное и экологичное решение. Поэтому, конечно же, у нас планов переходить с этого на более дорогой газ, который дальше не является экономически рациональным, для наших предприятий. Таких планов у нас нет. А есть уверенность в том, что теплоснабжение постепенно будет становиться более экологичным и выбросы будут снижаться? Ну, собственно, то, что всех волнует. Мы замещаем для этого, помимо того, что мы ставим газоочистное оборудование новое, там, где у нас старое, у нас всюду есть газоочистное оборудование, но его надо улучшать и обновлять. Вот это мы и делаем. Помимо того, что мы делаем это, мы в Красноярске замещаем как раз те котельные, у которых 35 котельных, в которых нет газоочистного оборудования. Тем самым, да, конечно, мы абсолютно уверены, что выбросы, связанные с теплоснабжением в Красноярске, будут снижаться. Это наша цель, это наше обязательство. Мы взяли это обязательство, мы закрыли. Важные две закрытые котельные мы закрыли месяц тому назад в западной части города. И к концу 2024 года должны быть закрыты все 35. Сейчас половина дела сделана, половина примерно впереди. Хорошо, спасибо. Очень много вопросов от сотрудников про заработную плату. Не могу не зачитать, потому что их прямо достаточно много. Спрашивают, во-первых, планируется ли повышение заработной платы, во-вторых, спрашивают, планируется ли премирование по итогам года. В первую очередь, интересует оперативный персонал, конечно же, а не офисные сотрудники. Можете что сказать по этому поводу? Мы, ну, да, давайте так скажем, мне кажется, что мы проживаем непростую эпоху, ковид. Первый и главный наш акцент будет на стабильности. Конечно же, на выплате заработной платы, конечно же, на то, чтобы избегать каких-либо массовых увольнений, их не было. Мы ищем, как повышать инвестиции, чтобы тоже задействовать, это тоже способ, не просто залог на будущее, но это задействование человеческого труда сегодня, возможность людей достойно работать. Это очень важно. При этом, при всем, конечно, есть и обязательные индексации, которые у нас прописаны в наших договорах. Помимо этого, мы, конечно, в этой сейчас ситуации, нет, я не могу обещать, что будет дополнительный рост заработных плат. По программам, связанным с входом в ОЗП, они были в этом году тоже у нас не на полную степень, мы их тоже урезали. И это неизбежность того, что стабильная работа это требует. То есть мы не можем прекращать какие-то вещи, мы просто не можем прекращать, и поэтому мы не можем себе все позволить. Поэтому, в общем, нет, у меня нет каких-то особо хороших новостей, что вот-вот ждите, будет сейчас новое повышение. Мы проходим пандемию, мы проходим момент довольно кризисный с точки зрения, вот если говорить про выработку электроэнергии, она, это была не только пандемия, это еще была одна из самых половодных, это половодный год, причем половодная прошлая зима, половодное лето и теперь половодная осень. Мы рекордно мало вырабатываем. Ну да, очень сильное снижение. Так что у нас, ну да. То, что опять-таки на прошлом эфире зазвучил директор по экономике, компания потеряла порядка 4 миллиардов рублей, насколько я помню. В общем, самое главное, сохранить коллектив, все воплотить заработную плату, выполнять все обязательства в 100% объеме беспрекословно, а все другое, может быть, придется немного подождать. Спасибо за ответ. Вопрос от Института экономики естественных монополий. Просит вас оценить накопленной компанией опыт внедрения метода альткотельной. Хочется ли что-то изменить в этом методе? Ну, в принципе, опыт, да, у компании один, наверное, из самых больших на рынке. Что можете сказать? Знаете, он просто, вот это одна из тем про обратную связь. То есть вот, когда метод внедрялся, главное опасение было, и оно было вписано в закон, против него была вписана одна вещь, это что, пожалуйста, не оторвитесь от реальности. Если реально кто-то может себе построить котел другого вида, по другой технологии, по другой цене, как вы будете это все мониторить и улавливать. И поэтому был вписан, что каждые три года методика будет обновляться, потому что получая, по сути, обратную связь от рынка. Вот в этом году была проделана такая работа, и сейчас на рассмотрении поправки, но важные поправки, где если альтернатива стала дешевле, то мы обязаны за этим следить, и государство за этим следит, в интересах отрасли за этим следить, иначе мы увидим, что от нас просто все ушли, потому что, оказывается, они могли себя построить дешевле, чем мы думали, а мы не реагировали, и вот, здрасте, потребитель от нас ушел. Или строитель, когда он вводит здание, решил не к нам, что мы для него дороги, слишком дорогие, и поэтому надо строить теплоснабжение автономное. Мне кажется, что главное в этом всем постановке вопроса с так называемой альтернативной котельной, это как раз слово «альтернатива». У потребителя есть альтернатива. По крайней мере, в момент, когда здание строится, она реально есть. И поэтому нет, я бы сказал, что работает как раз закон правильно, потому что заставляет нас на эту альтернативу смотреть, заставляет нас на эту альтернативу реагировать, в том числе не строить что-то избыточное куда-то там далеко, где знать себе меру и знать себе грань. Какой-нибудь 40-километровая теплотрасса в деревню не имеет смысла, и поэтому мы этого не делаем. Альтернативная котельная – это в том числе способ напомнить нам, что это экономически не окупается. А я правильно понимаю, что по мере развития технологий может удешевляться альтернатива, и тогда потребители могут в перспективе ждать и снижения цен. Абсолютно. И это снижает, да. Да, абсолютно. Мы, тем более понимая это, никогда не ставим цену на уровне самой этой альтернативы. Ну, то есть мы же должны быть дешевле альтернативы. В Красноярске стоит цель, ну, примерно обычно, вот в большинстве городов так получается, что наша цель стоит где-то как, даже при плавном повышении, всегда быть процентов на 25-30 дешевле альтернативы. Ну, как бы, если мы не дешевле, значит, мы не лучше. Мы должны быть лучше. И вот такой вопрос, собственно, по теме. Сегодня губернатор Кузбасса заявил о возможности перехода Кемерово в ценовую зону для привлечения инвестиций в теплоснабжение. Есть информация, когда это будет, и сколько готово бы вообще сибирскогенерирующая компания в этом случае вложить в город? Мы предложение наше конкретное... Мы с губернатором Кузбасса и с главой города, когда они... Я думаю, что мы дождемся каких-то их дальнейших шагов и объявлений. Программа на Кемерово есть. Она тоже, так скажем, примерно в таких же размерах, как был Барнаул. Барнаул был в зависимости от... Это город-города примерно одинакового размера. Точную цифру не назову. Скажу, что она где-то в диапазоне 6-8 миллиардов. Так примерно, да. То есть мы дальше и дальше будем корректировать, что именно войдет в программу, какой именно размер. Ну, примерно такие размеры. То есть это важные инвестиции. Мне кажется, акцент будет тоже очень важен. Какие акценты? Экология и надежность, наверное, будут самые здесь главные. Кемерово один из городов, где степень аварийности сетей и отключений у нас относительно ниже, чем другие города. Это не значит, что он без проблем. Это значит, что проблемы с надежностью куда более остро стоят в некоторых других наших городах. Но проблема, мне кажется, что проблема экологии уже точно стоит. Нас в Кемерово про это спрашивают. Мне кажется, что спрос на чистый воздух от граждан Кемерово будет ничуть не меньше, чем каких-либо других городов нашего поселения. И вот еще вопрос по итогам, видим, там у какой-то пресс-конференции губернатора Кузбасса. Он сообщил, что СГК инвестирует в развитие 31 миллиард. Не знаю, что это за деньги такие. Это будет по... Да, там есть разные... Да, смотрите, есть крупные проекты тоже на Томусинской ГРЭС. Я буду подписывать сегодня, если состоится, то сегодня, если нет, то на днях соглашение об инвестициях, в том числе позволяющих замещать теплоснабжение в большой части города Новокузнецка. Томусинской ГРЭС этот проект в стадии сейчас, в стадии изыскания и проектирования. В любом случае, мы крупные, мы в генерацию. То есть у нас есть инвестиции в тепловые сети. Я вам называл цифры до этого по городу Кемерово, только понятно. А если взять весь Кузбасс, все наши инвестиции и в станции, и в тепловые сети, то цифра, да, действительно будет выше 30 миллиардов, и она может вырасти дальше. Вот, и тут дальше написано, что регион обязуется в течение 20 лет не увеличивать налоги, просит пояснить, в чем суть соглашения. Ну, собственно, какие объекты, да, вот вы сейчас назвали Томусинской ГРЭС, я так понимаю, сюда Беловский проект, видимо, входит по переводу города Белово. Здесь есть разные объекты, смотрите, есть проект по Беловской ГРЭС. Беловская ГРЭС, многие могут не знать, что город Белово не питается теплом от Беловской ГРЭС, хотя, казалось бы, на Беловой и Беловской ГРЭС, только самый близкий к ней поселок получает от нее сейчас тепло. Соответственно, вот вам экологический проект. Снижаются выбросы, снижаются даже и просто энергоэффективность повышается. Для тех, кто отслеживает выбросы не только загрязняющих веществ, но и парниковых газов, парниковые газы снижаются. Вот такой проект требует строительства теплотрассы, требует замещения и закрытия некоторых котельных в городе Белово. Вот это делается. Новокузнецк. Я только что описал проект Томусинской ГРЭС, которая находится между Новокузнецком и Нысками. Вот от нее запитывается Новокузнецк, но и модернизируется очень большая часть оборудования самой Томусинской ГРЭС. В том числе и на той ГРЭС, и на другой строятся, создаются новые тепловые отборы, то есть новая возможность забрать тепло с турбины и этим теплом, которое иначе было бы сбросным, топить города. Абсолютно похожая история, и это как раз экология в первую очередь. Дальнейшие программы – это в самих городах. Про Кемерово мы с вами говорили. Еще на подходе будет соответствующее решение по Новокузнецку. Могу сказать, что Кузбасс целенаправленно идет в этом направлении, Барнаул и Алтайский край, вернее, уже пошел в этом направлении, Красноярский край уже пошел в этом направлении, поэтому и Хакасия пошла по этому направлению. Поэтому большинство наших регионов присутствия решили, что этот метод нужен, потому что это долгосрочные отношения. Мы берем на себя эти обязательства, мы их будем выполнять. Спасибо. Вопрос от газеты «Коммерсант». Какова ситуация с проектом модернизации Красноярской ТЭЦ-3, я так понимаю, по ДПМу? Сняты ли все разногласия? Как продвигается поручение Юрия Борисова? Все разногласия сняты, идет работа, идет активная работа. Мы на стадии привлечения по разным нашим лотам подрядчиков и субподрядчиков. Работа идет полным ходом. Мы ожидаем ввод этой станции согласно плану к 2024 году. То есть работа уже начата? Работа начата. Спасибо. Вопрос такой. Рассматривается ли вариант перехода СГК в публичную компанию, открытую для частных инвесторов? СГК входит в группу SWAG. Таких планов нет. Да, хорошо, спасибо. Сейчас посмотрим. Такой вопрос. Почему в нашей стране сложилось такое неэффективное и экологически вредное использование ресурсов? Электроэнергию производят ГРЭС, а тепло – котельные. Ну, там, где это случилось, к сожалению, это случилось много где. Мне кажется, что тот вопрос прав. Это случилось, потому что разорвались очень многие хозяйственные, так скажем, связи, если мы их назвали экономические сегодня. Ну, вот, сделали целый ряд законов, регулирующих электроэнергию, как бы не включили в эту реформу тепло. Это сыграло важную роль, потому что, в общем, конечно, если бы изначально подходить к производству тепла, да, если бы изначально подходили к этому комплексно, то было бы более рационально. Но не все потеряно, не все упущено. Вот мы занимаемся тем, что как раз возвращаем тепло, то есть вот наши, чтобы ГРЭС умели и умели производить тоже и тепло, а еще и до этого, чтобы наши ТЭЦ вместо котельных производили тепло, электроэнергию, как было спроектировано и задумано изначально нашими предками энергетиками, советскими энергетиками. Да, вот в продолжении темы тоже есть вопрос. Перевод ГРЭС в режим ТЭЦ – это общий тренд компании? И где еще, вот кроме, да, примера Беловской ГРЭС, например, он технически возможен и экономически оправдан? Вы знаете, в очень многих местах мы видим, что ГРЭС снабжают, это возможно в определенных радиусах, там, где достаточно большое население, живущее недалеко от ГРЭС. Ну, если взять Красноярский край, наши ГРЭС Красноярского края уже снабжают свои близлежащие города, где живут несколько десятков тысяч людей. Это город Назарова, город Зеленогорск, вот они уже, по сути, не ГРЭС, а рядом котельные. Они вот тепло идет с ГРЭС. Поэтому там, где это уже есть, я думаю, что этот потенциал дальше, ну, в целом исчерпан. А там, где с одной стороны ГРЭС, а с другой стороны рядом город, который отапливается котельными, то вот такие возможности есть. Эти два проекта оба, ну, вот оба в Кузбассе имеют технический, экологический и экономический смысл. Спасибо. Вот вопрос из Алтайского края. Принято ли решение в СГК относительно ТЭЦ города Яровое? Год назад обсуждалась возможность перехода из СГК на эту станцию? Продолжает обсуждаться. Яровое является одним из проблемных точек. Мы на связи с Алтайским краем. Насчет Ярового, мне кажется, что, ну, на самом деле здесь речь идет. Это не какого-то рода бизнес-развитие, да. Просто есть горячие точки, особо тяжелые, трудные точки. Яровое – одно из таких точек, и поэтому Алтайский край смотрит на нас, ну, просто как на компанию, которая ответственный инвестор и может помогать. Чем именно, как именно. Сложная очень ситуация с Яровым, поэтому, ну, разными методами. Как минимум, как минимум смотреть на возможности, помогать, ремонтировать. Но это не то же самое, что войти в Яровое и взять на него ответственность полностью. В общем, мы с краем в продолжающемся диалоге на этот счет. Пример похожего, конечно, я сейчас упустил вам сказать, вы говорите про тренд это или нет. Самый-то главный, конечно, пример – это Черногорск в Акасии и Абаканская ТЭЦ. Ну, вот это, как бы, доктор прописал в том смысле, что Черногорску нужна надежное тепло, Абакану нужно, чтобы у него было много лет роста впереди, и много лет, возможно, возможностей городу расти с использованием мощностей Абаканской ТЭЦ. Вот это то и другое, то и другое предлагается сделать. А вот расскажите про Черногорск. Тоже были вопросы про Черногорск и Абакан, в принципе, да. Да, эти проекты, они уже точно будут реализованы, потому что до какого-то момента, да, все время было в переговорах, насколько я понимаю, с властью, и все время было под вопросом, точно ли будет подключено Черногорск и Абаканская ТЭЦ, принято ли решение, их пока нет. Все нужные решения на уровне городов, муниципалитетов и республики, все приняты. Эти два города и район между ними, Усть-Абаканский, подали все, что нужно подать было в министерство. Сейчас, в этом месяце и в следующий месяц, то есть мы уже переходим в первый месяц 2021 года, соответствующие министерства и службы федеральные и правительство Российской Федерации взяло этот вопрос на рассмотрение, и мы рассматриваем это как, ну, распоряжение, все равно пока распоряжение не выйдет, окончательно считать нельзя, но мы положительно настроены на то, что мы должны успеть, будем сделать. Вы имеете в виду распоряжение получить? Вы имеете в виду распоряжение в ценовую зону? Да, которая позволяет дальше и строить вот этим летом трубу до Черногорска, работы по самому Черногорску, там есть часть проекта, которые сети самого Черногорска, эта часть делается уже, поэтому наша цель это подключение этой агломерации, единой Абакана-Черногорской агломерации от Абаканской ТЭЦ в течение 2021 года. Спасибо. Задают вопрос по Красноярской ГРЭС-2, которая недавно вошла в состав СГК. Какие там планируются инвестиции, проекты, вот что вообще планируется со станцией делать? Красноярская ГРЭС-2, мне кажется, что планируется ее... Ну, несколько моментов. Во-первых, как бы модернизация, развитие, важнейшая станция находится в важнейшей точке Красноярской энергосистемы. Планируем работать на ней, да, планируем ее... Она... Станция... Мы унаследовали, ну, очень прилично эксплуатируемую станцию с профессиональным коллективом. Вот. Работаем дальше. Особые условия, закрытая территория. Значит, по ней в этом году... Вот как раз по ней больше всех ударило то, что она стоит как раз между двумя каскадами, енисейскими и ангарскими каскадами гидростанций. Поэтому по ней, как ни по какой другой в этом году ударило то, что ее электроэнергия была не востребована. Но это стечение всех событий. Это и снижение спроса, и повышенная выработка гидроэлектростанций. Я думаю, что... Надеюсь, что такого года с такой низкой нагрузкой у этой ГРЭС не будет, мы точно имеем на нее... Ну, полагаемся на нее, что она будет вырабатывать свою... свою достойную долю в общей энергосистеме, и ожидаем, что так и будет в будущие годы. Спасибо. Вот вопрос в продолжении про альткотельные. СГК взяла на себя обязательства, она их выполняет. Выполняет ли власть свои обязательства по, соответственно, соглашениям по альткотельным? Всю... Да, всюду. Нет пока случая, где власть, подписавшая долгосрочный тариф, что-то нарушила. Вот так вот. Да, спасибо. Кто-то мне, может быть, что-то напомнит, какой-то грешок, но, в общем... Ну, нет, мне кажется, что, да, выполняет. Ну, да. Тоже в продолжении темы. Вы сказали, что Красноярск, Кузбасс, Алтай, Хакаси уже перевели в альткотельную. Ну, еще не перевели, да, тут планируется. Что с Новосибирской областью и Новосибирском там, когда поверят? А, уже не перевели, а поверили, да, уже поверили в альткотельную и долгосрочное отношение. А что с Новосибирском, когда там поверят в альткотельную? Вот такой вопрос. С Новосибирском этот разговор еще впереди. Мне кажется, что Новосибирск... Это не Москва слезам не верит, это Новосибирск слезам не верит. Поговорим. Предложение будет предложено как и власти исполнительной, так и законодательной. Безусловно, мы считаем, что Новосибирск это город, нуждающийся в инвестициях в тепловые сети и в систему теплоснабжения. Это один из городов, который объективно, с точки зрения надежности, к сожалению, хуже. Более изношенные сети, более изношенные тепловые пункты. Соответственно, конечно же, мы будем депутатом, мы будем мэру, депутатом, губернатору, законодательному собранию. Мы будем предлагать решение, хотят они перейти на такую систему и хотят ли они опережающих инвестиций в теплоснабжение. Оно никогда не за нами. Оно всегда за властью. Поэтому посмотрим. Мне кажется, что этот разговор еще впереди в скором будущем. Спасибо. Планируется ли в ближайшее время приобретение новых генерирующих объектов в других регионах? Мы всегда открыты к этому, мы всегда смотрим. Поэтому можно так сказать, что мы в любой данный день, неделю или месяц смотрим, что вокруг есть. Это может быть как купля, так и продажа. У нас нет задачи остаться на одном месте и делать всегда одно и то же. Где-то появляется более эффективный собственник, чем мы. Где-то мы, может быть, по каким-то синергиям более эффективный собственник, чем текущий собственник. Поэтому купля и продажа энергоактивов – это нормальная регулярная часть нашей деятельности. Не какое-то событие какое-то уникальное. Вопрос, будет ли СГК заниматься ДПМ возобновляемых источников и вообще какие-то проекты в ВИА? Планируют ли? Мы смотрим на возобновляемые источники, мы это абсолютно не исключаем. Наших компетенций, мы компания, которая никак не пока этим занималась, поэтому компетенций сейчас по возобновляемым источникам у нас нет в компании. Так можно, если говорить черно-бело, то их нету. Тем не менее, тренд возобновляемых источников в любых регионах нашей страны – это тренд, за которым мы следим. И ни в коей мере не сбрасываем с счетов, что, может быть, сами будем тоже в возобновляемых источниках принимать какое-то участие. Спасибо. Вопрос такой. Вот вы упоминали про возможность замещения Кузнецкой ТЭС мощностями Томасинской ГРЭС. В комментариях активно тоже этот вопрос обсуждался. Насколько вообще вероятность его реализации? Какой вообще это стадия сейчас этот проект? Это стадия предварительная, это стадия, требующая этот проект по этому проекту. Это проект, который как раз вот то соглашение, которое мы будем подписывать по защите инвесторов, оно предполагает также, что государство участвует частично, то есть оно принимает участие в стимулировании этих инвестиций, частично оплачивает некоторые побочные части, то есть не саму долю, не сам проект модернизации станции, но инфраструктурные аспекты частично. Соответственно, мы сейчас должны это проработать, доработать, допроектировать. Это проект нескольких лет. Это не как Белова, который является проектом, в принципе, осуществимым за полтора года. Это проект чуть более долгий, конечно, поэтому будем внимательно смотреть. Там много вопросов еще не отвеченных, но мы, безусловно, намерены его выполнить, и мы намерены найти способ это сделать наиболее экономичным путем. И вот ранее в этом контексте был вопрос, чем плоха, собственно, Кузнецкая ТЭЦ. Почему вообще эта идея появилась? Не расслышал еще раз про Кузнецкая ТЭЦ. Чем плоха Кузнецкая ТЭЦ, уточняю. Кузнецкая ТЭЦ очень хорошая, очень хорошая ветхая станция, которую коллектив этой станции героически поддерживает, несмотря на отсутствие очень многих из таких современных технологических решений, которые есть на других станциях. А это станция, в которую точно нужно либо очень много вкладывать в нее, либо нужно будет замещать. Рядом стоят инфраструктура энергетическая, рядом газотурбинная станция пиковая. Все это является... То есть мы точно знаем, что этот узел, эта площадка в Кузнецком районе города Новокузнецка будет очень важной площадкой для снабжения города энергией теплом. Весь вопрос, как, какие именно источники. И проект Мусинской ГРЭС предполагает, что базовая часть того тепла, которое поставляется в Кузнецкий район города, может поставляться с бросного тепла ГРЭС, и это может быть экономичнее. При этом это с инженерной точки зрения очень непростой проект, потому что там больше 25 километров расстояние. И такие есть в нашей стране и за рубежом. Знаем, что есть, и подробно довольно понимаем, как работают объекты такой длины. Такой объект не был бы экономически рациональный, если здесь не был бы город с полумиллионом населением. То есть такая же труба до города Белова не имела бы смысл. Что говорит о том, что мы на некой грани. Этот проект находится на грани технического и экономической целесообразности. Он может быть выполнен так, чтобы быть целесообразным. Если быть неосторожным, то он потеряет свой экономический смысл. И поэтому мы очень-очень к нему относимся так, что 7 раз меряй, 1 раз отрежь. Нужно очень детально его проработать, чем мы и занимаемся. Да, спасибо. Вот ранее был вопрос про инвестор к экологии в Новосибирской области. Но я думаю, что он интересен не только в Новосибирской области. Есть ли уже на следующий год понимание, сколько средств вложат в проект именно экологические в целом, но и в частности в Новосибирске, так как оттуда спрашивают? И что планируется? Вы знаете, как раз понимание того, сколько будет вложено в Новосибирскую энергосистему, еще как раз сформировано не окончательно, потому что как раз то, о чем мы говорили. То есть потребности в инвестициях в Новосибирске превышают текущие возможности этих инвестиций примерно пятикратно. Соответственно, эти возможности, эту разницу можно выполнить за счет опережающих инвестиций, как раз за счет того же самого долгосрочного, когда краткосрочный тариф становится долгосрочным. Так что это решение еще впереди. Помимо этого, что мы еще можем делать в Новосибирске, это инвестиции в само генерирующее оборудование, то есть в ТЭЦ. И это мы делаем. В том числе там есть экологическая программа. Эта экологическая программа касается не только выбросов, но она касается и золотвалов, и сбросов. Эту экологическую программу мы выполняем в любом случае. То есть эта часть экологии как раз в этом смысле от больших инвестиционных программ как бы не зависит. Но в будущем все равно, что мы сможем сделать в Новосибирске, будет, конечно, во многом зависеть от того, что власти хотят видеть в Новосибирске. Ну а если говорить в целом по инвестпроектам именно в части экологии, кроме Красноярской ТЭЦ-1, про которую мы уже поговорили, что вот еще планируется в ближайшее время в следующем году из проекта? Ну, начнем с того, что вся Красноярская ТЭЦ-1 и вся Красноярская ТЭЦ-3 еще ведут еще три года. То есть весь 21-й, весь 22-й, весь 23-й и на самом деле 24-й тоже. Значит, Красноярский проект идет, он истинно многолетний. Вот, то, что мы с вами, о чем мы с вами говорили про Белова, это экологический проект, он идет в 21-м. То, что мы с вами говорили про Томасинскую Грессенову и Кузнецк, это как раз, вероятно, будет 22-й и 23-й. Проекты, то, о чем мы с вами говорим про Кемерово, все решения должны быть еще официально приняты, но тут речь, конечно, идет во многом о 21-м и 22-м. Так что Абакан, это Абакан и Черногорск, 21-й. Мне кажется, что мы каждый год, знаете, по каждому городу будет идти своя программа, у нее будут аспекты и экономические, и экологические во всех случаях. Мы движемся по ним, по всем. У нас нет какого-то места, где мы сказали, а в этом году мы здесь ничего не будем делать. Спасибо. Вот такой еще был вопрос. Для многих год был проверкой на прочность, а для вашей компании что удивило, порадовало, огорчило, если так итоги подводить? Проверка на прочность очень правильно сказана. Мне кажется, что меня очень обрадовала просто работа наших людей в условиях пандемии, подготовили. Один из первых вопросов был, как началась зима. Все энергетики говорят, что зима проходит так, как работали летом. Точно могу сказать, что летом работали на совесть. И это, конечно же, это и наши люди, это и подрядчики, это, в принципе, весь коллектив. Поэтому в эти непростые, знаете, это прочность, это же не только прочность металла, это как раз прочность коллектива, прочность людей. Непростая, непростая ситуация. Для всех непростая. Непростая для всех, кто оказался без работы, кто в городах нашего присутствия. Непростая для тех, кто болел. Мы в этом году нескольких людей потеряли из-за ковида. И самое такое, наверное, видный и тяжелый случай, это то, что мы потеряли директора нашего филиала Кузбасского Юрия Владимировича Шейбака. Поэтому, да, проверка на прочность. Но мне кажется, что коллектив ее выдержал. И я уверен, что мы выдержим продолжающуюся проверку на прочность в 21-м. Ковид-то никуда не делся, поэтому мы переходим из одного тяжелого года в следующий, очень непонятно какой. Может быть, он будет годом выздоровления и облегчения, а может быть, еще совсем нет. Так что готовиться надо ко всем исходам. Спасибо большое. Еще задавали вопрос про планируется ли установка электрофильтров по аналогии с ТЭЦ-1 в Новосибирске на станциях, где их нет. Мы абсолютно считаем, что правильно их ставить. Мы считаем, что программы, модернационные программы, которые сегодня существуют, что хорошо, что они позволяют это делать в рамках модернационных наших программ. Мне кажется, что мы будем искать разные возможные источники финансирования для них. В принципе, мы, конечно, считаем, что будучи компанией, которая генерирует тепло и электроэнергию в основном на угле, это означает, что на наших станциях и в городах в первую очередь газоочистное оборудование должно обновляться. Повторюсь, оно есть, но его эффективность может быть повышена. Так что мы это делать будем, да. Так, тут два вопроса. Насколько нам хватит ресурсов? Я так понимаю, идет речь о 30-50 лет. Что, ну, вообще вопрос, да, вот что будет происходить с энергетикой в будущем? Вот такой вопрос. И следующий ему в дополнение, насколько нам хватит ресурсов? Ну, в общем, как вы видите энергетику в будущем? Вот такой вопрос. И тут рядом еще был вопрос, будет ли теплоснабжение когда-то более дешевым и эффективным? В общем, давайте поговорим о будущем. Тут раз много об этом спрашиваю. Ну, смотрите, ну, смотрите, более дешевого теплоснабжения, давайте начнем с конца. Мы работаем с, в принципе, самым, ну, то есть вот теплоснабжение, которое результирует в комбинированной выработке электроэнергии и тепла, а станции, на которых вырабатывается комбинированным образом электроэнергия и тепла, используют местный угольный ресурс, что и происходит и в Красноярске, и в Кузбассе, и недалекие плечи до Новосибирска, и до Алтая. Это все и есть самое, если говорить про цену на теплоснабжение, ну, в принципе, самое дешевое теплоснабжение, ну, одно из самых дешевых на нашей планете теплоснабжение. То есть, если сравнить то, с чем, сколько за него платят в других странах, ну, мы в целом увидим, что в других странах платят намного больше. Иногда не только в разы, а на порядок больше. Значит, поэтому оно как раз очень экономичное. У него есть другие неудобства. Есть то неудобство, что люди летом несколько дней в году без горячей воды. Это огромное неудобство. Мы будем стремиться и его начать, но надежность будет... Придится когда-нибудь этот вопрос, кстати. Ну, к этому можем вернуться отдельно сейчас, поговорить, Ну, как бы... Мы, конечно, хотели бы, чтобы этого не было, но все-таки надежно стоять на первом месте, поэтому мы стараемся сократить эти сроки. Но мы обязаны проверить, что трубы несут, имеют возможность снести тепло от доноров, поэтому, к сожалению, этого упредить полностью невозможно сейчас и в ближайшем будущем. Но вопрос был про ресурс. Ну, как мы знаем, ресурс угля в Сибири огромный. То есть вопрос не в ограничении ресурса угля. Вопрос, конечно, в том, что в какой момент по разным причинам, а причинам экономическим, общественным, всяким, может ли такое быть, что Сибирь для себя, что народ проголосует, что он на самом деле не хочет использовать уголь. Такое, в конце концов, Германия за такое сделала. Она имела экономически целесообразные использования и угля, и атома. И отказалась и от того, и от другого. Это правда, что она платит уже не на один, а на два порядка больше, чем мы платим в Сибири за эти же продукты. Абсолютно запредельные цены. Но это был общественный консенсус. Реально решили такие... И, конечно же, к такому приходят... Дай бог, когда-то в России мы придем к тому, что люди будут иметь столь высокий уровень и стандарт жизни, и достаток, и такой экономический рост, что они могут сами для себя принимать такие решения. Но это означает, что просто страна наша должна вся быть... Когда население... Когда люди зарабатывают... Давайте, знаете, можете взять немецкую заработную плату. Вы увидите, что люди живут на... Знаете, у них по 10 тысяч евро в месяц. Или по 5 тысяч евро в месяц на человека. Переводим это, видим такие цифры, при которых... Если были бы такие цифры у нашего народа, то, наверное, многое бы было другим. Но если жить в нашей реальности, и смотреть на это как относительная доля, что по карману, что может сегодня... Сколько может, на самом деле, народ тратить на базовые потребности? На ЖКХ 4%, 6%, 8%. Есть эти графики, есть так называемые гребенки. Того, что мы позволяем, а что считаем избыточным. И государство строго за этим следит. И правильно делает, что строго за этим следит. А наша обязанность – это укладываться в такие ограничения. Если продукт, который мы даем... Если люди для него должны платить 30% от своей заработной платы, это такая роскошь. У них нет такой возможности. И нельзя систему строить на том, что мы будем иметь роскошную другую технологию, если она не по карману нашему потребителю. Поэтому мы обязаны давать потребителю самый экономичный, самый лучший из возможных источников. И в Сибири достаточно понятно, что это обильный сибирский уголь, добываемый нашими соседями-горниками, доставляемый на коротких транспортных плечах и используемый на наших станциях наиболее экологическим, чистым способом. Спасибо. Вопрос такой. Как СГК подходит к вопросу обновления старого оборудования, морально и физически устаревшего? Латать старое здесь и сейчас, или покупать новое и вкладываться в будущее? Сбалансированный подход. Красноярская ТЭЦ-3, энергоблок новый. Вкладываться в новое наиболее оправданно, когда происходит какой-то серьезный новый рост, новый спрос, новое потребление. Когда потребление стоит на месте и когда нет, тем самым нет, ну, источника финансирования нового оборудования, то если взять и забыть все старое и построить рядом с ним новое, то это становится очень-очень дорого. Это как раз та роскошь, которую нельзя себе позволить, которую человек не может себе позволить, потребитель наш, наш клиент. Поэтому, поэтому где-то новые блоки, но этого будет относительно мало, где-то модернизация, и этого будет относительно много. Но, конечно, при этом, при всем, есть старое, есть очень старое. Ну, вот мы, наверное, вкладываем в ту технологию, которая была передовой в поздний советский период. Кое-какие наши станции были введены уже и в постсоветский период, мы вкладываемся в это. А самое оборудование, которое, ну, вот, с довоенных лет или ранних, послевоенных лет, ну, там, конечно, такое, это низкое давление, это старые, самые старые очереди станции, и, в принципе, они либо уже выведены, либо в процессе того, что будем их выводить. Так, вопрос от потребителей. В Красноярске уходит месяц на открытие нового лицевого счета после приобретения квартиры. У остальных компаний в момент обращения с чем связано и когда ускорится эта процедура? Значит, обязательно посмотрим на опыт других. Мы стараемся работать. Это вот как раз к вопросу клиентоориентированности. То есть клиент нам говорит, ребят, работайте быстрее. Возьмем на заметку и на вооружение. То есть все, что можно сделать, чтобы было быстрее, будем делать. Сегодня будем разбираться, действительно ли другие на месяц у нас быстрее. Если на месяц быстрее, то почему. За счет чего, да, учиться. За счет чего и будем, и если это так, то точно будем ускоряться, будем с этим работать. Спасибо за комментарий. Взяли в работу. Так, тут спрашивают, сколько будет лиц эфир. Ну, мы эфир в ближайшее время будем завершать. Я думаю, что где-то в течение 15 минут, в зависимости от интенсивности вопросов. Поэтому, если остались вопросы, вы их сейчас пишите. Я, как бы сказать, зачитываю последние вопросы. И скоро будем завершать. Вот такой вопрос. На сколько процентов сейчас покупаемое оборудование отечественное? Почти 100. Ну, так даже затрудняю сказать, где есть позиции неотечественные. Очень многие из производителей вспомогательного оборудования уже и так локализовались. А основное оборудование, ну, там нет вопроса, там абсолютно 100. И это, к тому же, и требования нашей программы модернизации. Россия перешла на, вернее, перешла, я бы сказал, вернулась к отечественному локализованному машиностроению, как базовое условие модернизации своей энергетики. То есть, строить что-нибудь новое, а еще и западное, а еще и, которое потом может быть обслужено, а может быть не обслужено, это вот неприемлемо. И, соответственно, конечно же, локализованное на 100%. Да, спасибо. Вот вопрос уже второй раз задают. Вы сказали, что вкладываетесь в газоочистку на угольных станциях. А что мешает углублять эту очистку в сторону азотобактерина и сероочистки внедрения сухого золошлака удаления? Смотрите, это все правильно в вопросе задано. И про сухое золоудаление, и про следующее поколение очистки, это как раз сероочистка и очистка от кислот азота. Таких сегодня отечественных разработок нет. Вот как раз к вопросу отечественное. Их нет. Мы подали как раз в программе, ну, есть такая программа, которая про развитие технологий, хотим вложиться в то, чтобы эту технологию развить. Поэтому, что мешает, то, что нужно сперва составить такое технологическое решение, которое будет экономически целесообразным. Над этим работаем. Это, можно сказать, в режиме инновационной части нашей деятельности. Для нас сегодня в России и в Сибири такие системы – это еще дело будущего. Их отечественных аналогов еще пока нет. Ну, как бы вы этот вопрос изучаете. Мы, безусловно, его изучаем. Мы его считаем важным именно в будущие десятилетия. То есть, если вопрос в этом десятилетии будет построить основной вид газоочистки, это внедрение фильтров противозавы пыли вороток частиц, то следующий шаг – это серая азотоочистка. Соответственно, повторяем путь, по которому ушли другие страны, которые строили новые угольные блоки под новый рост. Повторюсь, когда нет нового роста, то мы, конечно, ограничены в том, это не то же самое, что построить новую угольную станцию в чистом поле. Построить новую угольную станцию в чистом поле – это удовольствие на 100-150 миллиардов рублей или больше бывает. И, конечно, за это удовольствие сегодня оно не окупается. Оно народу у меня по карману. Да, хорошо, спасибо. Вопрос не могу не задать. Очень много раз человек его написал. С начала эфира уже раз пять. Как стать топ-менеджером СГК? Знаете, как этот вопрос, как и... Какой, да, мне кажется. Не ставьте себе таких целей. Ставьте себе только цели быть полезным. Соответственно, я понятия не имел, что стану каким-то где-то менеджером в той или иной компании. Поэтому где родился, там и пригодился. Каждый может пригодиться на своем месте. И это главное, что я бы всем пожелал. Ну да, хорошее пожелание. Да, главное – делать что-то полезное. В какой сфере? Планируется ли забрать тепловые сети под крыло СГК в городе Зеленогорске? Конкретных таких разговоров не было. И вроде бы каких-то больших проблем с сетями в Зеленогорске не было. Раз вопрос задает человек, может быть, что-то я поразузнаю, есть ли какие-то причины, проблемы. В общем, это никогда не исключено. То есть, если нас просят быть ответственными за тепловое хозяйство любого территории присутствия, то, как правило, мы обычно это делаем, если только есть возможности потом с точки зрения того ресурса тарифного или инвестиционного возможности работать и нести нашу ответственность, то, в принципе, я не отказываю. Но мне кажется, не было такого предложения, поэтому вопрос звучит теоретически. Ну, видимо, да. Тоже вопрос уже несколько раз задавались, поэтому озвучу. Не планируется ли слияние структур СГК и СОЭК? Происходят интеграционные процессы на уровне вспомогательных функций, на уровне административном, на уровне управленческом. Это, безусловно, происходит. Так что шаги в эту сторону, да, я ожидаю, что будут, особенно потому, что наши регионы присутствуют, в принципе, одни и те же самые. И ничего не мешает этому с точки зрения структуры владения компаний. Конечно же, дела, сами эти отрасли, сами эти производства вполне себе разные. И в этом смысле, конечно, у нас... Я не думаю, что наши энергетики станут корняками, а корняки энергетиками. Хотя всюду, где мы можем друг другу помочь, мы друг другу и помогаем, и будем искать новые методы и способы вместе работать и помогать друг другу, мне кажется, это, безусловно, одно из преимуществ нашей вертикально интегрированной структуры, что мы можем... что у нас нет преград в делении... в тем, чтобы делиться знаниями, делиться навыками, в общем, подставлять друг другу дружеское плечо помощи. мы соседи почти всюду. Так что, да, я это предвижу. Спасибо. Я думаю, что мы сейчас уже будем завершать эфир, мы достаточно долго говорим. Наверное, в завершении мне хотелось бы спросить про... ну, для подведения итогов, про какие-то стратегические планы, задачи, которые стоят перед компанией, которые вы видите вот главными, ключевыми там в ближайший год, а, возможно, не в один год. Ну, мне кажется, что из самых... такие два очень серьезных и больших... две действительно большие задачи по вопросам... о них чуть-чуть спрашивались. Вот одна из них, конечно, это Дальний Восток и это Приморская Гресса. Приведение в такое состояние Приморской Гресс, где не только мы восстанавливаем... в нее было не вложено, не давались деньги на ее ремонт, и, в принципе, состояние станции, ну, мягко говоря, сейчас требует восстановления, давайте так скажем, до того, чтобы она не только работала на прежнем уровне, но могла работать на намного большем, чтобы она могла быть загружена полноценно. Мне кажется, что Приморская Гресс, это в Приморском крае, Бочегорск, вот в северной части Приморского края, это, конечно, один из наших очень важных приоритетов. Вот. Другой части страны на Урале, самая крупная угольная станция в России, Ревтинская Гресс, она, мне кажется, ее мы как раз, ну, у нее не было дефицита инвестирования, но она является, ну, она уникальна в очень многих смыслах, в том числе как раз был вопрос про сухое золоудаление, это одна из самых крупных установок, вернее, самая крупная установка сухого золоудаления в нашей стране, цели по тому, чтобы зола сухой золотой станции шла в экономический оборот, в принципе, невыполнимы без Ревтинской Гресс. Вот. И с Ревтинской Гресс они выполнимы и возможны, поэтому у этой станции свое очень, я бы сказал, очень интересное, перспективное и такое уникальное будущее. Она угольная станция уже в той зоне, где далеко не все станции угольные. Поэтому вот эти две, эти два полюса, один на западе от Сибири, другой на восток от Сибири, я думаю, что оба, безусловно, вписываются в, как стратегические объекты нашей компании. Вот. И оба этих коллектива в первый раз празднуют, в первый, ну или во второй, ну так скажем, один из первых разов празднуют День энергетиков вместе с СГК наравне с Красноярской ГРС-2. Так что еще раз хотел поздравить вот не только всех наших энергетиков, но особенно тех энергетиков, которые к нам присоединились в этом году. Мы очень вам рады и мы с вашей помощью стали компанией федерального масштаба. Спасибо большое за ответы, спасибо большое за, собственно, время, за эфир. Тут люди, некоторые жалуются, что мы не ответили на вопрос по поводу премии, мы отвечали ранее на этот вопрос. Также мы старались ответить на все вопросы, ничего не выбирая, прошу не обижаться, если что-то не успели, вы можете писать нам в личные сообщения в Директ, мы обязательно на все вопросы ответим и большое спасибо всем, кто слушал, всем, кто задавал вопросы. Большое спасибо, Степан Александрович, что честно и открыто отвечали на все вопросы. Спасибо. И напоминаю, что следующий эфир у нас будет в четверг с руководителями филиалов из разных регионов, поэтому тоже присоединяйтесь, сможем более конкретно ответить на ваши вопросы с мест. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok